Подробности прямо сейчас. И вот хочется получить ответ на этот вопрос, собственно, когда мы дождемся снижения тарифов на отопление, по факту, учитывая снижение цен на энергоресурсы. Надеюсь, что сегодня нам Валдис Витолинш, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, может разобраться с этим вопросом. Нам сейчас на видеосвязи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, первый вопрос. Действительно, почему такая ситуация, что в Латвии цены остаются высокими? Я буквально вчера видел в Фейсбуке сравнение тарифа на тепло по странам Балтии. И если верить тем цифрам, которые были там, это график, в Латвии цены выше и чем в Эстонии, и чем в Литве. Можно как-то объяснить, почему у нас по-прежнему такие высокие тарифы? Ну, скорее всего, вы имеете в виду цену в Риге. Сравнивали между Вильнюсом и Таллином. Я должен сказать, что Рига – это не вся Латвия. И цены, если сравнивать тарифы по Балтийским странам и городам, скорее всего, вопрос не такой однозначный. Но если отвечать в целом на вопрос о ситуации с тарифами, то главное – это, как говорится, несоответствие падению цены на природный газ и не падение тарифов на теплоснабжение. Главный вопрос в том, что тарифы на центральное теплоснабжение утверждаются на какой-то период. Они очень сильно зависят от ресурса, который мы используем. В принципе, это два ресурса. Энергоресурсы – это природный газ и щипа, то есть биоматериал. И эти затраты в наших тарифах занимают приблизительно 50-70%. Это в зависимости от предприятий, о котором мы разговариваем. И закупка газа, в принципе, идёт на длительный период времени. Ну, например, в прошлом году весной, как сейчас, наши предприятия закупали природный газ на вот этот отпитенный седон, который сейчас заканчивается. То есть цена тогда была приблизительно 55-60 евро за мегаватт-час природного газа. Сейчас мы видим, что цена природного газа упала на бирже где-то до 30 евро за мегаватт-час. Но и наше предприятие сейчас производит закупку вот этого газа уже на следующий отопительный сезон. То есть в целом, отвечая на вас вопрос, я могу сказать, что вот падение цены на природный газ мы увидим, конечно, не только на следующий отопительный сезон, но мы увидим уже летом. Но в принципе, эта цена ресурса сейчас формируется для следующего отопительного сезона. То есть есть вот эти, скажем, подвижки или быстрота реакции наших тарифов на структуру цены природного газа. То есть если мы вспомним, скажем, год назад, когда в январе 23-го природный газ стоил там 150-200 евро, тогда и тарифы относительно были такие. И никто не мог сказать, что делать с этими закупками. Более того, газа и не было. То есть перед вот этим предыдущим отопительным сезоном весной прошлого года мы тоже в принципе были в такой нервозной ситуации, когда предприятия не знали, какова будет цена природного газа уже прошлым летом и для этого отопительный сезон. Поэтому в принципе, как и всегда, предприятия теплоснабжения закупают газ на длительный период времени. В нормальных условиях, и сейчас я могу сказать, что с точки зрения ситуации в энергетике нашей, ситуация стабилизируется. И наши предприятия могут закупать уже природный газ на 12 месяцев, то есть для всего отопительного сезона следующего. Вот так коротко, может быть, ответить на ваш вопрос. Но вот председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, где как раз этот вопрос обсуждался, Скайдри Табрама, она сказала, что если ресурсы использовать эффективно и пересмотреть методологию расчета тарифов, то можно добиться того, что жители смогут как-то вообще прогнозировать свои затраты на отопление. На ваш взгляд, можно ли как-то вот эту методологию расчета действительно пересмотреть для того, чтобы предприятия теплоснабжения могли более гибко реагировать и сразу же, имея возможность реагировать и снижать эти тарифы на отопление? Ну, в вашем вопросе, скажем, два вопроса. Потому что вы сказали, что жители должны прогнозировать свои затраты, в данном случае на теплоснабжение. Это и сейчас происходит, когда мы закупаем природный газ и щепу на длительный период. То есть если мы хотим быструю реакцию, как цена меняется на рынке, это значит, мы должны заключать биржевые сделки на месяц, например. И тогда мы будем видеть каждый месяц, каждые два месяца изменения. Но я не уверен, что наши потребители захотят такие тарифы, потому что есть риск, что тариф, при том же, если он пойдет вверх на природный газ, и наши тарифы на теплоснабжение пойдут вверх. То есть это, скажем, мы должны сами принять решение. Либо мы играем как в казино и не знаем, какая цена будет на следующий месяц. Если повезет, она будет маленькая. Но если она пойдет вверх, и мы не закупили газ на следующий отопительный сезон, то, скажем, мы опять будем встречаться в этой студии и говорить, почему цены на тарифы на теплоснабжение такие высокие. Тенденция сейчас со стороны наших предприятий в том, что мы закупаем газ, и мы думаем, что сейчас газ достиг своего более-менее нищего положения, и мы закупаем газ на следующий отопительный сезон. И в этом случае мы как раз и заботимся, чтобы тарифы были стабильны. Я бы сказал, что в середине лета, или в начале уже лета, мы будем знать, в принципе, какой будет уровень тепловых тарифов уже в следующем отопительном сезоне, 24-25 годов отопительного сезона. То есть получается, что в Вильнюсе и в Таллине, они что, они закупают газ по биржевым тарифам, поэтому у них цены сейчас ниже оказались, или как? У них в Вильнюсе и в Таллине, у них больше в тарифах находится биомасса. Мы больше используем природный газ, а биомасса все-таки ресурс местный, и для латвийского и для балтийского рынка он местный. И там как раз мы закупаем вот этот ресурс по контрактам на месяц, на два, на три, потому что там таких больших скачков цены не бывает. Она более стабильная, вот цена на эти ресурсы. Так что, ну и если мы говорим уже о Риге, то, кстати, Рига долгое время была самым низким тарифом в балтийских странах. И я бы сказал, что вот эта разница, которую мы сейчас видим, или этот уровень, который у Риги есть, это следствие вот этого кризиса, через который мы прошли, потому что цены были обнормальные, да, и в принципе, сколько газ стоил за ту цену, и мы покупали, и в Риге в том числе. Так что я говорю, я бы сказал, что Рига непосредственно, она сталкивается с падающей волной цены на газ, но тариф идет с меньшей реакцией из-за того, что у нас длительные контракты по закупке природного газа. Ну, значит, здесь важно донести вообще до потребителей информацию, что тариф на тепло не снижается не потому, что там компании теплоснабжения пытаются как-то заработать на потребителях, а просто потому, что они изначально закупили это тепло по тем ценам, которые были на тот момент, когда они его закупали. Однозначно, наша компания ни в коей мере не, так сказать, набивает руки на эту ситуацию. То есть если в какой-то момент какая-то наша компания имеет возможность закупить ресурс дешевле, не знаю, на полмесяца, на месяц, и это не отражается в данном тарифе, на данном случае, то эта компания идет в регулятор и подает опять тариф следующий, в котором учитываются вот эти дополнительные доходы, и они возвращаются через тариф обратно жителям. То есть никакие дополнительные ресурсы денежные наши предприятия не имеют из-за энергетического кризиса. Спасибо вам огромное за то, что разъяснили эту ситуацию. Валдес Витолинч, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, был с нами на видеосвязи. Спасибо, хорошего вечера вам. Спасибо. Спасибо вам, до свидания. Ну что ж, вот такая ситуация складывается с стоимостью на тепло. В общем, как говорят специалисты, никаких оснований считать, что происходит манипуляция с ценами нет. Мы видим, что вопрос вызывает жгучий интерес в том числе и у нашей аудитории. Вот мы на WhatsApp получили несколько сообщений с вопросами буквально про то, почему же в Риге тариф такие, а в Вильнюсе и Италии не другие. Но вот выяснилось, что дело в том, что удельная вот эта вот доля природного газа в снабжении, собственно говоря, Риги, она выше. И с этим связана вот эта вся ситуация. Давайте надеяться на то, что, как вот господин Битвенш сказал, теперь гораздо проще будет планировать стоимость газа. И уже эти закупки, которые будут произведены летом, они будут по более низким ценам. И, соответственно, зимой мы заплатим меньше. Следующий. Следующий? Это же кончилось.